РАЗБОР НА УКУЛЕЛЯ РАЗНЫЕ ПОДБОРКИ НА ЮТЮБЕ СТАРЫХ ПЕСЕН Когда звучат они в стиле фонг, фонг, дрифт, яха, сань Ну а сегодня одну из таких советских песен про Комарова я научу тебе играть на укулеле Сама по себе песня не особо-то и сложная Начнем давайте с левой руки, которая будет играть аккорды Первый аккорд, аккорд ДМ Зажимаем указательным пальцем вторую струну на первом ладу Далее третью и четвертую струну ставим на второй лад И получается ДМ Следующий аккорд, аккорд ДжМ Мы зажимаем опять указательным пальцем первую струну на первом ладу Далее средним пальчиком третью струну на втором ладу И безымянным пальцем вторую струну на третьем ладу Далее у нас с вами идет аккорд С, ДМ Зажимаем первую струну на третьем ладу Следующий аккорд у нас с вами идет Ф Мы зажимаем указательным пальцем вторую струну на первом ладу А четвертую струну на втором И последний аккорд, аккорд А7. Мы зажимаем просто указательным пальцем третью струну на первом ладу. Такой очень красивый аккорд. Непонятного окраса, такой небинарчик у нас. Давайте все соберем, что получается. ДМ, ДжМ, С, Ф, и А7. Будьте, пожалуйста, внимательны, потому что порядок аккордов в куплете и в припеве разный. Друзья, я хочу вам сообщить о том, что теперь помимо моей подписной укулеле и аксессуара к ней, у меня вышла полноценная книга «Укулеле по шагам». На самом деле это не просто книга, а целая энциклопедия. В ней собраны абсолютно все мои знания систематически от простого к сложному. Ну, на то это и укулеле по шагам. Кто рассматривает укулельку в качестве аккомпанемента или инструментального инструмента, то эта книга специально для вас. Также в этой книге есть QR-коды, укулеле трекеры, смешнявки, мемы, стикер-пак. Для любителей наклеечек тоже я о вас позаботилась. Ну, а всю подробную информацию про свою коллекцию скрипышей я оставила в описании. Разбор на укулеле. Теперь давайте разбьем правую руку, в которой будет играть аккомпанемент. И в целом я предлагаю следующее. В этой песне есть три куплета и припевы. Куплеты предлагаю сделать через перебор. То есть играть, чтобы так более мелодично, как-то более рассказывательно, я бы даже сказала. У меня есть, кстати, старое видео про перебор, можете его почекать, посмотреть. А вот припевы можно сделать через бой. Я тоже вам дам разные варианты боев, в зависимости, какой у вас уровень игры. Если вы, например, не любите, когда звучит перебор, и хотите играть с убоем, пожалуйста, время креатива. Я показываю лишь ту версию, которая ближе мне. В куплетах мы будем с вами играть перебор 4-3-2-1. 4-3-2-1. Кто недавно начал звучать перебор, будьте внимательны, вам не нужно делать так, чтобы каждый палец отстреливался, или куда-то рука уходила вбок. Но и тоже пальцы внутрь не просулем, то есть аккуратненько проскользнули. Это мы с вами будем играть один раз на один аккорд, и должно получиться примерно следующее. Давайте теперь со словами. На недельку до второго Я уеду в Комарова Поглядеть отвыкшим глазом На Балтийскую волну И на море буду разом Кораблем и водолазом Семь себя найду в пучине Если часом затону Примерно что-то такое, да? То есть переборчики можете отдельно потренировать, потом просто с аккордами, чтобы это все же еще переставлять вам надо, когда вы будете петь, и только потом добавляйте слова. Так, дальше у нас с вами идет припев, и, как я говорила ранее, его будем играть через бой. Какой же бой можно здесь выбрать? Можете брать бой тройка, по-другому это когда мы играем раз и два и 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 Тоже хорошо звучит, его единственное нужно будет играть два раза на один аккорд Если вы недавно, в принципе, приобрели себе укулельку, это хороший ритмический рисунок, пожалуйста, пробуйте. Кто хочет немножко движ-пареж и делать акцент, берите пятерку, по-другому это мы играем раз и два и три и Еще раз раз и два и три и Его мы также будем играть два раза на один аккорд Симпатично звучит Есть вариант, конечно же, взять вашу любимую шестерку По-другому, когда мы играем раз и два и три и четыре и Отработать, если это какой-то длинный рисунок боя, в медленном темпе его отдельно Если возьмете его, вам нужно будет играть один раз на один аккорд На недельку До второго Я уеду До морого Как бы веселая версия белосник-сер и лед Есть такой более попсовый вариант с глушением, я его называю Это когда мы играем вниз за глушкой, вверх-вверх за глушкой Причем вот эти два удара подряд вверх они немножко у меня ленивые Послушайте ритм Еще раз Играть мы будем это один раз на один аккорд Человой релакс Ну и напоследок можно взять восьмерку Ритм у нее интересный Сложно, конечно, мне вам его сказать через какой-то нормальный адекватный счет Типа через иена, потому что она считается Я на экране сейчас вывела Послушайте, посмотрите внимательно, как это все звучит И как это нужно играть Тоже такой прикольный бой Играем один раз на один аккорд Неважно, какой вариант вы возьмете бой Самое главное, всегда помните, что рука у вас должна быть расслабленная То есть вы чеканите очень точно Но чтобы рука была у вас не пренапряжена Вот на это обращайте внимание То есть не нужно играть вот так вот И такой же перебор, и такой же бой Я буду играть в каждый куплет и припев этой песни Для показа этой песни я возьму два последних варианта Или шестерку, или восьмерку Пока не знаю, как все пойдет Теперь может возникнуть вопрос Как мне это все соединить плавно Куплет и припев Из-за правила вы можете взять такую штуку Что на последний аккорд куплета и припева Вы делаете удар вниз Ну а дальше вы играете тот аккомпанемент Который и предназначается до следующей части песни Разбор на укулеле Кстати, давно у нас с вами не было рубрики в подрубрике Как же это спеть На самом деле, первоначально Послушайте обязательно песню Как она звучит в оригинале Что я тут выявила Тут нету каких-то супернизких нот Она подойдет для среднего диапазона А средний диапазон обычно у всех есть Единственное, чтобы не уходить куда-то вниз И искать из недр земли тех нот Которых нет у вас в нижнем диапазоне звучания Делайте очень прикольное упражнение Найдите перед глазами какой-то предмет Какой-то объект Допустим, у меня бы была бутылка воды И вот на этот предмет я пытаюсь донести звук При этом я не кричу То есть, смотрите Я пытаюсь туда Как будто Хей, привет, как у тебя дела? Очень хорошая артикуляция именно звуковая То есть, вы открываете рот А, О, И, Э То есть, не зажата как-то на Недорогу, пинагогу И вот туда мы ведем звук На примере слов На недельку до второго Я уеду в Комарова То есть, А, О, И И, И, А И вот такое упражнение вам поможет спеть эту песню Приближенно к оригиналу И при этом, чтобы у вас еще ничего не заболело И как это будет выглядеть от начала до конца Сейчас продемонстрирую На недельку до второго Я уеду в Комарова Поглядеть отвыкшим глазом На Балтийскую волну И на море буду разом Кораблем и водолазом Сам себя найду в тучине Если часом затону На недельку До второго Я уеду В Комарова Сам себя найду в тучине Если часом затону На недельку до второго Я уеду в Комарова Где качается на дюнах Шереметьевский баркас И у вас в Карельских скалах На общественных началах Если только захотите Будет личный водолаз На недельку До второго Я уеду В Комарова И у вас В Карельских скалах Будет личный Водолаз На недельку До второго Я уеду В Комарова На воскресной электричке К вам на краешек земли Водолазы Ищут клады Только кладов Мне не надо Я за то, Чтоб в синем море Не тонули корабли На недельку До второго Я уеду В Комарова Я за то, Чтоб в синем море Не тонули Корабли На недельку До второго Я уеду В Комарова Я за то, Чтоб в синем море Не тонули Корабли Если тебе был полезен этот разбор, Ты можешь поставить лайк, Также можешь написать в комментариях, Успела ли ты поиграть в эту игру И как она тебе, Ну а также пиши свои предложения и варианты На следующие разборы. Ну и по традиции хочу поблагодарить всех людей, Которые поддерживают меня на бусте. Вот они. Взамен они получают клевые ништяки, Весь раздачный материал И мое почтение. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока!